В Ненецком округе объявлен конкурс для формирования кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы, ведущей главной группы в проектный офис. Конкурс объявлен аппаратом администрации НАУ 21 января текущего года. Прием документов продлится до 11 февраля. Как отмечают в профильном подразделении органов власти, конкурс состоится ориентировочно 1 марта этого года. Проектный офис в Ненецком округе призван курировать работу региона по направлениям, обозначенным президентом в 12 национальных проектах. Они были утверждены правительством в декабре прошлого года и включают в себя 67 федеральных проектов. Таким образом, в каждом субъекте Российской Федерации с 2019 года будут реализовываться региональные составляющие федеральных и национальных проектов. Нужны новые подходы, нужны новые люди, которые будут готовы всю эту историю действительно деятельно толкать вперед и обеспечивать, выполнять действительно амбициозные задачи, которые поставлены. Поэтому конкурс открыт и все в нем могут принять участие. Мы действительно заинтересованы в тех людях, которые готовы работать за гранью, может быть, даже где-то там и рабочего времени, то есть, что называется, 24 на 7. От нас этого требует время. Губернатор, я ему благодарен за это доверие, поручил мне возглавить этот проектный офис. Соответственно, добро пожаловать в команду, все те, кто хочет быть полезным для округа, для страны в целом. Созданный в регионе проектный офис будет курировать работу по исполнению федеральной части региональных проектов. Перед сотрудниками новой структуры откроются большие перспективы, в том числе карьерного роста. По исполнению региональных проектов в субъекте будет делаться контроль, будет делаться срез и оценка деятельности субъекта в целом и губернатора субъекта. Поэтому такая задача сверхответственная, без шанса на ошибку. Срок подачи документов до 11 февраля этого года. Пока заявку на участие в конкурсе оставили три соискателя. Ориентировочно 1 марта пройдет очный этап отборочного тура. Мы в первый раз, наверное, проводим конкурс именно в структуру, которая создается с нуля. То есть, которая никогда не была в Ниньском округе. И надеемся тоже, что сможем действительно отобрать тех людей, которые потом в дальнейшем будут реализовывать все те задачи, которые сейчас стоят перед Ниньским округом. Специфика работы на проекте и определяет требования к кандидатам. Согласно должностным инструкциям, специалисты проектного офиса будут сопровождать проекты на всех его этапах. Консультировать команду проекта, контролировать качество планирования проектной деятельности. Участвовать в переговорах с инвесторами, связанными с инициированиями проектов и другое. Не стоит забывать, конечно, что это все-таки должности государственной гражданской службы. В настоящее время у нас очень много телефонных звонков к нам в отдел поступает. И люди даже спрашивают, можно ли работать по совместительству. А если у меня нет диплома, но я очень хочу работать. Так вот, конечно, мы еще раз всех просим очень внимательно посмотреть. Да, это должности госслужбы. Обязательно наличие высшего образования. И для руководителей обязательно небольшой, но все-таки стаж работы по специальности. Планируется, что региональный проектный офис начнет свою работу 1 апреля 2019 года. Курировать его работу будет заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Иван Болтенков, реализующий функцию руководителя регионального проектного офиса.